Привет всем! На прошлой неделе у меня было большое событие. Дело в том, что мне удалось осуществить мою давнюю мечту. Я сделала семинар по кросс-культурному общению на английском языке. Давайте я начну сначала, я поясню, о чем вообще речь идет. Дело в том, что одна из причин, почему я вообще решила преподавать английский в университете, это потому, что, на мой взгляд, в Японии его преподают очень странно, и это очень-очень сильно влияет на то, как вообще люди говорят на английском, и в первую очередь на их уверенность в себе. Дело в том, что еще до того, как я непосредственно столкнулась с преподаванием английского в университетах и школах, я неоднократно слышала от японцев, что, мол, на английском можно говорить или хорошо, или никак. То есть даже не хорошо, а перфектно. Или перфектно, или никак. Почему? Потому что native speakers, они очень нервно относятся к тому, как другие люди говорят на английском, очень не любят, когда на английском говорят плохо. Реально я это слышала от довольно большого количества японцев. Потом я выяснила, что примерно вот эту линию преподают, собственно, в школах. И в университет студенты приходят с четкой уверенностью, что им необходимо говорить по-английски так, как говорят на нем native speakers, кто бы это ни были. При этом понятие о том, кто такие native speakers, тоже, ну, так себе. Потому что, с одной стороны, японцы с каждым иностранцем по дефолту пытаются общаться на английском. С другим, почему-то представление о том, что английский – это язык международного общения, ну, нет у них этого представления в большинстве о своем. Очень многие люди искренне считают, что на английском можно общаться с американцами, англичанами и все. Так вот, я абсолютно уверена, что преподавание, особенно школьное преподавание, очень сильно влияет на вот эти вот представления об английском языке. Дело в том, что, да, действительно, английский, во-первых, преподается так, что студентам внушается мысль о том, что у них должно быть идеальное произношение, и что английский нужно непременно довести до какого-то уровня носителя языка. Но до какого носителя языка, потому что их много, одних английских-то, собственно, куча всяких, это никто не объясняет. Обычно за образец берется американский вариант, ну, иногда британский. И при этом о том, что вообще-то студенту придется общаться на этом языке с китайцами, индейцами, шведами, испанцами и так далее, об этом ничего не говорится. Мои студенты очень часто жалуются, что у них не получается правильное произношение. На это я обычно отвечаю, что, а ты хочешь стать кем? Шпионом или актером играть американцев? На что он говорит, что он не хочет стать ни тем, ни другим. Говорю, ну, так и зачем тебе идеальное произношение? Говорить надо так, чтобы тебя люди понимали. У них после этого просто шок, и как это так? Как можно говорить просто так, чтобы тебя понимали? Это, во-первых. Еще проблема. Люди не представляют, зачем им учить, например, грамматику. То есть они знают, что ее надо учить, но зачем ее надо учить, не представляют. И очень часто просто зазубривают грамматические правила и не умеют как-то применять их в реальной жизни. И самое страшное, это, конечно, преподавание культуры вместе с языком. Дело в том, что обычно, если культуру вообще преподают вместе с языком, то делают упор на какую-то культуру носителей. И преподают это тоже очень странно, потому что, ну, я не знаю, нет, это, конечно, очень важно знать, что London is the capital of Great Britain, но культура к этому не сводится. Я считаю, что с английским языком нужно преподавать кросс-культурное общение. Нужно объяснять, что английский язык – это инструмент, с помощью которого ты расширяешь свои границы, ты общаешься с кучей людей просто из любого края света. Это международный язык. Поэтому нужно учить людей в первую очередь не тому, что там у нас делают в Америке или что там у нас делают в Великобритании. Нужно учить тому, как вообще анализировать культуру, как общаться с человеком, который принадлежит к другой культуре, не к той культуре, к которой ты принадлежишь. И как эта самая культура может влиять на то, как ты разговариваешь на языке. Поэтому, например, на своих лекциях я даю студентам читать не только тексты, написанные носителями языка, я даю им читать тексты, например, из Исландии или из Швеции или откуда угодно, хоть из Вьетнама, что только я за последнее время не давала. Чтобы показать людям особенности этих текстов тоже, чтобы они видели, что, допустим, когда текст написан не носителем языка, он будет немножко другим. Чтобы они обращали на это внимание. И чтобы, опять же, они брали за образец вот эти тексты, а не пытались приблизить себя к недостигаемому идеалу британцев и американцев. И так люди начинают какую-то большую уверенность в себе приобретать. Так вот, теперь про семинар. Семинар, который я подготовила, он был предназначен для преподавателей языка. Преподавателей языка из школ. Начальных школ, средних школ и так далее. И я очень хотела его сделать. Это был, наверное, самый сложный семинар, потому что мне о куче всяких вещей пришлось думать. Но он получился великолепно, на мой взгляд. Ну, реально. Я очень редко считаю, что у меня получается что-то великолепное. Но в данном случае я считаю, что я выполнила всю свою программу. Нет, он не идеален. Он именно великолепен. Потому что если бы он был идеален, это было бы даже странно. Нет, шероховатости есть. Но я считаю, что я нащупала то, что нужно. Что я сделала? Во-первых, я постаралась... Ну, начнем с того, что у меня было всего два дня, две субботы с перерывом в неделю. И за это время мне нужно было объяснить им, что такое культура. И дать как бы прочувствовать вот это кросс-культурное общение. Без, собственно, непосредственно кросс-культурного общения. Потому что у меня среди носителей культуры были только они и я. Но я не совсем подгожусь для этой цели, мне кажется. Потому что я слишком долго прожила в Японии. И слишком хорошо понимаю, чего ждать. Что я сделала? Для начала я очень простенько и вкратце объяснила, что такое культура. Основные аспекты. Показала, почему существует дихотомия в культуре мы и они. И почему от нее очень трудно избавиться. И да, в общем-то, и не надо. Рассказала какие-то основные существующие сейчас теории. А вот потом у нас был целиком и полностью семинар. Они выполняли задания, и мы их обсуждали. И вот здесь было довольно трудно. Потому что я хотела, чтобы они анализировали какие-то культурные феномены. Но, опять же, что брать за образец? Насколько хорошо они знают другую культуру? Я поняла, что единственный вариант, который здесь может быть, это дать им анализировать свою родную японскую культуру. И через ее анализ показать, что вообще такое культура. И как она на нас влияет, на носителей. То есть мы разбирали, что такое традиционная культура, как на нас влияет современная культура, что такое бытовая культура, та же самая еда, что мы делаем, какие-то наши повседневные привычки и так далее. Все это они разбирали именно на примере японской культуры. А потом я давала им неделю вот это все переварить. И через неделю мы разбирали на реальных примерах. Ну, как реальных? Я взяла то, с чем сталкивалась я, то, с чем сталкивались какие-то мои знакомые. И, понятное дело, не используя реальные данные и реальные имена, просто давала им какие-то примеры. И они их анализировали. Таким образом, мы анализировали опыт человека из другой страны, приехавшего в Японию, чтобы продемонстрировать им то самое столкновение культур, кросс-культурное общение. И надо сказать, что здесь они меня очень сильно удивили. Я давала очень мало информации, но мои ученики умудрялись из нее делать какие-то интересные выводы, которых я не ожидала. И, в конце концов, отзывы были на этот семинар очень-очень хорошие. Я даже думаю, что я смогу как-нибудь, основываясь на том, что я дала им по семинару, сделать более подробный отчет, рассказать, какие мы делали примеры, какие мы делали упражнения, каким выводом пришли. Сегодня просто так похвастаться, что был такой семинар. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok